Торнадо Энерджи 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 наводки, ваншотился в лицо, пробивали его фугасами и который не так-то быстро ездил. Раньше у него перезарядка была 10,5 секунд, сейчас после обновления 1.5.1 эти показатели изменили и изменили ему естественно еще и пушку. Сейчас он перезаряжается 8,4 секунды, если у вас установлен досылатель вентилятора, также боевое братство. Урон у пушки стал у нас 420 единиц, 278 миллиметров бронепробития основным подкалиберным снарядом, голдовым подкалибером 323 миллиметра, а фугас пробивает 105 миллиметров, а значит картонные танки можно спокойно пробивать даже в лицо, в бортину, ну в корму, мы вообще любого пробиваем тут, разве что только тайпа 5 мауса, да и 100 не можем пробить. 0.31 разброс на 100 метров, один из самых крутых показателей на уровне, разве что точнее будет Е50, но здесь у нас в характеристиках пушки видно, что у него быстрее время сведения у Леопарда, выше бронепробития на 58 миллиметров, да и перезаряжается он буквально на секундочку подольше. Помимо этого еще ко всему, этот танк максимально быстрый, максималка у него 65 километров в час, 20 километров в час задним ходом он ездит, 20 лошадиных сил на тонну, удельная мощность двигателя. То есть, наверное, он уступает по своей уделке какой-нибудь Шкоде Т-50 и Батчату разве что. Вот, что касается незаметности, 32% у нас незаметность неподвижной машины, в движении 24,5. Неплохо, учитывая габариты этого танка, 400 стоковый обзор у нас у башни и живучесть 1700 очков прочности. Броней мы не обладаем от слова совсем, разве что маска, иногда что-то отбивает, но я бы на это не рассчитывал. Если у Леопарда 1 она почаще отбивает, у Лео ПТА, ну, я бы так не сказал, что особо. Вот, играть я буду преимущественно на подкалиберах, потому что здесь для машины 9 уровня это вполне достаточно. Бронепробитие 278 миллиметров, то же самое Е50 270 голда. Поэтому голдой тут вообще можно даже и не пользоваться, разве что на какие-нибудь супер-мега-жирные машины. Вот, поставим мы здесь, я думаю, обычную ремку, обычную аптечку. Именно с таким набором расходников я играю и давайте отправляться сразу же в бой, ребята. Посмотрим, на что способен этот танк. Смотрим. Ой, я даже наушники подрубить здесь. Все, теперь можно играть. Так, ну, давайте. Первый бой. Попадаем мы на карту рудники. Это стандартный бой. Играем мы здесь без артиллерии. Играем мы в топе списка. Половина танков 9 уровня, половина танков 8 уровня. И, наверное, самое важное, что нужно понять на карте рудники, это куда нужно поехать здесь на Леопарде для того, чтобы быть максимально эффективным и отстреливать как можно большее количество танков. У вас есть два варианта. Первый вариант это отстреляться по горе. Но по горе я не вижу смысла, например, в данный момент отстреливаться, потому что у врагов лишь один ЛТТБ. По нему, конечно, можно откидаться, но я бы, наверное, изначально поехал, учитываю мою скорость. Кстати, нет, знаете, стабилизация у этого танка же по-лучшему епися будет. Да. Давненько я не играл на Леопарде. На Леопарде первом очень много играю, а вот на Леопарде прям давно не играл. Походу, его следует купить на свой аккаунт. Вот. Короче, что я хотел сказать. Обязательно едем мы изначально в квадрат С8-С9, где оттуда будем откидывать сразу же тяжелые танки, вражеские девятого уровня. А именно 50 ТП, М103, коня и Т95, если вдруг он там будет. Так, отлично. 50 ТП мы здесь засекли. Сразу же кидаем через двойной куст. Углы вертикальной доводки у меня хорошие. По идее, я должен еще один обязательно дать. Да, отлично, выдаем. 388 урона у нас тут есть. Дальше будем отстреливаться по Т95. Закидываем выстрел ему в бортину. Но, увы, не получается у меня. АМХ-30 уже может быть в спине, поэтому, наверное, я лучше откачусь с этих позиций и не буду подставляться лишний раз. Потому что АМХ-30 может выезжать и в меня стрелять. Спокойно, легко и непринужденно. Так, 430-й пока не осмеливается пикать меня здесь. А вот... Т95, о чем даже агрессивно играет. Но у меня не получается его продамажить. Давайте попробуем НЛД закинуть. 50 ТП. А вось получится. Вроде бы неплохо залетел. Еще один выстрел выдаем. Вся альфа почти что ниже среднего выпадает. Очень сильно мне тут не везет. 430-го можно добить, попробовать слева. Ну или, по крайней мере, его зацелить. Отлично. Добиваем 430-го. И сейчас в бортину будем забирать Т95-го и добивать 50 ТП. Точность у пушки прям 10 из 10. Правда, мне тут мешает 50-120 наш союзный. Но я думаю, это не сильно таки критично. Конкерр здесь не подставляется под меня. Но можно агрессивнее выехать, и ему обязательно в бортину закинуть этот выстрел. Так, АМХ-30 я прострелить не могу. 416-й тоже не подставляется под меня. Т95 тоже я не вижу. Конь также не подставляется. Но его можно попробовать все же зацелить. Так, это 50-120. Его тут продамажил 50 ТП. Ага, 50-120 убивают. Можно переехать чуть дальше и попробовать прострелить с Т95. Но что-то мне подсказывает, что это не очень хорошая идея. А вот АТ-15 подставляется, и его можно продамажить будет. Только 50 ТП меня контролит с другой стороны. Его может убить 50-120. И как раз пока отъехал данный молодой человек на 50 ТП, которого убивает мой союзник, можно пострелять по АСУ-101 и по АТ-15. Я думаю, это правильно будет. Еще один выстрел выдаем. Уже у меня минимум здесь в бою 3000 урона. Коня, естественно, обязательно нужно здесь снимать на подъезде. Потому что у врагов совсем мало остается очков прочности. И коня мы выезжаем в НЛД добиваем. Отлично. Приняли один снаряд. Но я думаю, сейчас уже могу быстрее ехать вперед. СУ-101 навряд ли меня здесь продамажит. АТ-15 я спокойно убью. СУ-101 тоже, наверное, спокойно продамажу. Ну и так заканчивается первый бой. Так, сводимся. Закидываем в борт. Офигеть, я его не пробиваю. Обидно было. Сдос засветил. Сейчас попробую в АТ-15 скинуть. Нет, не попадаю. В уголочек, в пиксель не попал. АТ-15 забирают. 3000 урона прозведанным. И попал дополнительно в пиксель. 3000 урона прозведанным и 4000 урона по итогам данного боя уже у меня в копилочке. Хорошо. Сочно. Мне нравится, мне нравится. Первый бой пока на 10 из 10. Хорош танк. Это самая точная тачка и самая быстрая из того, что сейчас есть у нас на 9 уровне. Играть максимально приятно. Просто вот максимально. Стабилизация четкая. Бронепробития хватает абсолютно на любую цель. Ты ездишь, катаешься со скоростью 65 км в час. Кайфуешь от игры. От того, что тебе дают. На этом танке по-любому можно повышать свою статистику. Да и отметку, наверное, тоже буду на нем брать. Давненько я не играл на подобного рода аппаратах, агрегатах. Но пока у меня только самые положительные впечатления о Лео ПТА. Так, давайте. Второй бой. Играем мы на карте Границы Империи. Здесь, опять же, я играю в топе списка, только уже против машин седьмого уровня. У Лео ПТА отличные углы вертикальной наводки. А значит, ими нужно пользоваться. Главная фишка Лео ПТА, как и Леопарда первого, заключается в том, что у вас есть скорость и дикая альфа. Вы можете размениваться с другими танками, даже стежами по альфе. Но ваше преимущество в том, что у вас есть максимальная скорость высокая, и вы можете быстро занять ключевую, важную, агрессивную позицию. И заранее отстреливать заблаговременно врагов, которые еще не подъехали в какую-то точку. Вот, и это реально вот важно. Ну вот зачем вы мне мешаете? Хочем мелкий. Пьяненький, маленький. Врезается во всех союзников своих. Так, ладно. Немножко меня подблочили здесь, но я думаю, я все равно успею заехать. В чем минус? Я уже вижу у этого танка, он долго разгоняется. То есть у него максималка 65 км в час, 20 лошадиных сил на тонну, отдельная мощность двигателя. Но разгоняется он очень долго. И та же самая 54-ка держит свою максималку в 55 прям уверенно. Этому танку нужно определенное поле, знаешь, такой плацдарм для того, чтобы разогнаться и набрать свою максималку. То есть тот же самый СУ-130ПМ, например, и то быстрее катается со Шкодой Т-50. Поэтому сейчас мне в лицо может выехать какая-нибудь либо 55-ка, либо Шкода. Нужно играть аккуратно. Или какой-нибудь даже Т-10. Вот как раз-таки Т-10. Закидываем ему выстрел в Бартину на 500 урона. Это, между прочим, СТ-шка 9-го уровня, если вы не поняли. Это СТ-шка 9-го уровня, 500 урона с выстрела. Забираем ЕБР-хоча. И сейчас спину Т-10 добивают. Да, отлично. М-103 выезжает уже. Закидываем сразу же ему в башенку. СУ-130ПМ уже принимает. М-103 погибает. Надо обязательно его на каток поставить. Нет, не получается. Пушка я только что не опустилась в М-103-го. Поэтому я не смог его продамажить адекватно. На первой скорости выезжаем. Закидываем ему сразу же в башенку. И у меня перезарядка, скорее всего, быстрее будет, чем у М-103-го. Поэтому я, наверное, ему закину еще один выстрел в нижний лист. Да, отлично. 2,5 тысячи урона есть. И сейчас Супер Перша будем убивать. Только здесь нужно быть максимально аккуратным. Лучше не получать от Супер Перша. Но если получаешь, ну, нужно обязательно его пробивать. То есть уходить в размены. Можно, только если стопроцентное пробитие даешь. Сейчас ВЛД его можно пробить. Я, наверное, еще один приму. Да, отлично. ВЛД я закидываю. Су-130 ПМ. У нас тут ваншотненькость стоит. На реакции буду выезжать, стрелять. Отлично. Успел. Среагировал. Дал на реакции. Выстрел в голову. И подох Су-130 ПМ. Попробую здесь еще раз в пиксель попасть. Блин, ну, точность у этого танка очень крутая. Прям реально 10 из 10. На верочку. И теперь отправляемся в спину к врагам. 3,5 тысячи урона уже и 4 фрага. Я ничего вообще не могу сказать. Такое чувство, как будто я играю на Е50, только более быстром. И у которого пушка жестче. Правда, брони у которого, опять же, нету. Да, но это не так критично. Это не так критично на девятом уровне. Потому что броня на девятом уровне, она не решает. От слова совсем. То есть броня на девятом уровне, это какое-то, ну, знаете, такое абстрактное явление. Потому что на девятом уровне пушки у всех от десятых уровней. И броня, она не так сильно решает, как на тех же самых машинах десятого уровня. Здесь, наоборот, все в основном строится от того, насколько ты грамотно умеешь использовать свое орудие. А у этого танка пушка самая лучшая на девятом уровне. По своей точности, стабилизации, бронепробитию. И плюс еще дополнительно у тебя есть скорость для того, чтобы это все реализовать. Так, я думаю, надо по тигру первому стрелять. У него хп больше. Надо урон набивать. Так, давайте еще один дадим по тигру. Ну, сейчас сплоховал я. Опять же, в плане своей точности. Но по тигру я по-любому дам еще. Отлично. Выдаем тигру. И сразу же откатываемся уже. Назад. Не, не успел. Пятьдесят пятка в спине. А я поеду уже за артиллерией. Я так думаю. Только как мне арту убить? Я думаю, не поеду я за пантерой 8-8. Наоборот, я помню точно, где была артиллерия. Она была в квадрате J9, J0. И я, наверное, наоборот, через верх поеду. Она будет, типа, убегать. Вот. Либо же прятаться. И я как раз постараюсь ее словить в другом конце карты. Блин, ну, очень крутой танк. Буду его по-любому выкупать на свой аккаунт. Пять тысяч урон. Успел же настрелять за три минуты боя. Так, я думаю, артиллерия здесь стоит. Отлично. Добиваем мы артиллерию. Ее подсветили. Я ее добираю. Пять тысяч урона. Семь фрагов. И, возможно, это будет мастерс второго боя. Сейчас посмотрим как раз на результаты. И сыграем последний третий бой. Надеюсь, я попаду против машин десятого уровня. Для того, чтобы посмотреть, насколько хорошо или плохо он снайперит. Я вот недавно играл на стриме на Леопарде первом. И у меня был средний урон на Леопарде первом 5300. Вот. На этом танке, я думаю, без проблем. Без особых проблем. Можно делать, ну, где-то около четырех с половиной тысяч среднего урона. Вот. Вообще прям без проблем. То есть два боя я уже сыграл. У меня четыре тысячи триста сорок два средний урон. Сейчас, если я попаду против танков десятого уровня. Я надеюсь, что я против них попаду. Нет. Не везет. Попадаю я все равно против семерочек. То можно делать даже и выше показатели. Тут для этого танка уровень боев вообще не решает. Потому что танковать даже машины седьмого уровня вы не можете. У вас 50 миллиметров бронирования верхнего бронереста и 70 миллиметров бронирования башни. То есть это ничего. У вас нету брони. Вам, наоборот, нужно играть против танков, которые более бронированы. Потому что у вас есть точная скорострельная и пробивная пушка. И которые более жирные. Особенно отстреливать удобно на этом танке перекатки вражеских танков. Все, опять же, зависит от ваших светляков. Либо это будут какие-нибудь более быстрые и незаметные СТ-шки. Либо же будут это легкие танки. Анализируя текущий бой, я, наверное, поеду изначально не на отстрел легких танков. Объясню почему. Потому что два ЕБР-хоча, они слепые, по сути говоря. И они навряд ли кого-то увидят. Я, наоборот, поеду изначально в ущелье и буду там отстреливать вражеских тяжей, которые подъезжают в ущелье. Постараюсь там дать несколько выстрелов и дальше уже буду реагировать по ситуации на миникарте. По моему мнению, это самый правильный сейчас вариант. Потому что, ну, как я уже сказал, ЕБР навряд ли кого-то засветит. Ну, то есть вот он от меня поехал ЕБР, он сдох просто. Ну, это бесполезно. Соответственно, один ЕБР у меня тоже делает какую-то просто несуразную дичь. Мне нужно сейчас состреляться агрессивно по 112. Попробовал я закинуть ему выстрел в башенку, но пушка у меня не опустилась. Это грустно. Это грустно, это печально. Что-то как-то мой союзничек вроде едет вперед. А вроде и как-то и не хочет ехать вперед. Так, вот это вот я фигню сделал. Закидываем выстрел. Мои союзники уже рашат вперед. Я пока буду помогать им, просто на дистанции отстреливаясь. Потому что мне неудобно ехать вперед и рашить. У нас тут очень мало танков для того, чтобы совершать такое действие. Рикошет был. Обидно. Все, теперь нужно уже убегать в город. То есть я здесь разменял свои 500 хп на 1277 урона. Сейчас мне нужно убегать. С этих позиций у меня тут тяжей нету. У меня сдохли два союзника. Опять же, разменивать их не было никакого смысла падать и перестреливаться с М-103. Потому что у врагов был отстрел трех танков. Это Супер Хелк от Т-54-45 ТП. И любой, кто вкатывает, он сразу же погибает. Поэтому сейчас мне лучше передислоцироваться в город. Там убить вражескую Т-44. И после этого уже думать. Соображать. Либо возвращаться на базу, либо допушивать вражеские танки. Благо, скорость моя позволяет это сделать. Так что давайте перемещаться. Летим быстро, быстро, быстро в город. Пока СУ-101 живой. Наверное, вторая проблема, с которой я могу столкнуться, это стандарт Б. Я не знаю, где он. Он может выйти в абсолютно любой позиции. Закидываем по СУ-101. Меня тут пока простреливать не могут. СУ-101 нужно обязательно забрать. Ага. Вражеская ПТХ меня тут простреливает. Проблема в том, что СУ-101, он в сейвах находится. И его непонятно почему не забирает мой конь. Забираем СУ-101. Надеюсь, конкерер что-нибудь да сможет здесь делать. Я пока проеду дальше. Главное, чтобы меня не продамажили на перекатках. Так, отлично. Тройку просветил. Конь получил выстрел, а я добиваю. Отлично. Поехали дальше вперед. Дружище на коне. Но я не хочу танчить. На каток поставил. Отрабатываем. Красиво. Теперь можно подпушить этого ИСа третьего. У меня все равно перезарядка быстрее. Закидываем снова на каток. И мой союзный конь его добивает. Нет, не добивает. Мой союзный конь очень плохо играет. Добиваем. 3133 урона уже есть. Проезжаем дальше. И будем отстреливаться по вражеским ПТ-САУ плюс стандарт-Б. Очень простой бой. По идее. Только вопрос главный. Надо ли мне сейчас быстро возвращаться на базу? Или все же подождать? Навряд ли я попал. Так, хеллкат здесь. Его заберут. Отлично. Следующую пытаем мне по цвет. По цвет, по цвет, по цвет. Давай. Нет, нету по цвету. Все, ладно. Я поехал на базу возвращаться. Не понимаю, почему на самом-то деле моя Шкода не уезжает. На защиту базы. А мне уже пора бы. Только насколько правильно и грамотно будет через низ играть. Я думаю, это не совсем логично. Один берет базу пока. Но единственная возможность сбить базу только у меня. Я, наверное, даже голду заряжу. На всякий случай. Чтобы на верочку было. Чтобы точно сбить. Вообще, лучше фугас надо было бы зарядить. Так, попробуем сбить. Целим. Отлично. Скорость позволяет делать это абсолютно все. Неужели он целит? Офигеть. Вы понимаете? Он меня прострелил. Шок-контент. Добираем. Нет, не получилось добрать фаншотного. Так, здесь 54. Я ее засветил. И сбил. У меня обзор лучше. Прям в разы. И итогово так заканчивается у нас, ребята, третий бой. 4446 урона, 4 фрага и 1000 урона прозведанным. Грамотно, опять же, реализовал свой танк. Итогово мы получаем за три боя 4500 среднего урона. То, о чем я вам говорил. Это танк девятого уровня. Леопард ПТА. Бои, конечно, не выдающиеся. Прям мега офигенные. Но 4500 урона я настрелял. То, о чем я вам говорил. Короче, машина реально крутая. То есть, я вот на пресс-аккаунте на нем сыграл буквально 7 боев. У меня 4100 средний урон. По моему мнению, это самая снайперская, самая крутая стэшка в плане интересности игры на данный момент на девятом уровне. Ну, прям реально очень кайфово играть. И машина стоит того, чтобы на нее обратили вы ваше внимание. А с вами был я, Нер Ю. Не забывайте подписываться на канал, также прожимать лайк. И не забывайте то, что вы можете поучаствовать в конкурсе на коробке. Главное быть подписанным. Также поставить лайк и написать в комментарии комментарий со своим ником. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!